Во-первых, мы являемся региональной инновационной площадкой по направлению, связанному с социальной одаренностью детей. У нас очень талантливый педагог Светлана Геннадьевна Зиновьева, старшая вожата, курирует ученическое самоуправление и школьных активистов, и детскую и молодежную общественную организацию «Новая волна». И я так полагаю, что если многие лицеи и гимназии могут похвастаться своим профилем, где они достигают очень весомых результатов, например, физика, математика или история и так далее, то у нас, ну, мы несколько лет назад приняли решение, что нашей сильной стороной, самой сильной, будет вот как раз направление, связанное с социальной активностью детей и социальными проектами. За последние годы школа в этом деле весьма преуспела, а в нынешнем году сразу четыре добровольческих проекта Вахрушевской школы стали победителями регионального этапа конкурса «Доброволец России». Это проект «Три цвета победы», проект, связанный с волонтерами-медиками, третий проект – масштабное время инициативного добровольчества и четвертый – раздельный сбор. Когда образовательные организации думают над тем, какой должен быть их выпускник, на протяжении многих лет там присутствует такая позиция, что выпускник должен быть гражданский и активным, потому что это прежде всего нужно обществу. Мы можем быть хорошими работниками, хорошими семьянинами, хорошими людьми, но если мы не будем обращать внимание на те проблемы или какие-то западающие темы, которые у нас существуют в общественной жизни, то мы все время будем топтаться на месте и у нас не будет должного развития вперед. Нам нужны активные инициативные люди, которые могут сформулировать проблему, увидеть ее. Нам нужны активные инициативные граждане, которые могут и сами поучаствовать в решении этой проблемы, могут подключить других людей, организации и в конечном итоге сделать жизнь вокруг лучше. Чем таких людей больше, тем лучше мы живем. Игорь Олин говорит, как правило, школьники действительно хотят делать добрые дела, не ждут признания и не работают на грант. Это все присутствует, но вторично. Главным остается цель сделать лучше, интереснее, кому-то помочь. Это не всех интересует. То есть нет у нас 100% или 50% погруженности в это социальное проектирование, потому что множество интересов других у детей есть, и это их право. Но есть определенные группы детей, которые очень заинтересованы именно в этом направлении. И от них зависит от их фантазии, от их пока небольшого, но уже жизненного опыта, от их стремлений, какие проекты вдруг им понравятся и они захотят их реализовать. Когда ты делаешь добрые дела, то невольно меняешь окружающую среду. Чем она меньше, тем сильнее чувствуется ее качественное преображение. Вот и наш собеседник говорит, атмосфера в школе изменилась. Лет 5-6 назад у нас на учете в комиссии по делам несовершеннолетних состояло более 30 детей. Каждый год Вахрушевская школа всегда была в лидерах по количеству правонарушений и преступлений, которые совершались подростками. Нельзя сказать, что сейчас вообще у нас все безоблачно в этом отношении, но я просто был удивлен, когда увидел, например, в этом году, что у нас в комиссии на учете состоят дети, их количество 6, 6, да, хотя количество детей у нас выросло 700, сейчас 960. Вот эта работа ведет к тому, что дети хотят сейчас себя проявлять позитивно, в позитивном плане, не в асоциальном плане. Это добрая, доброжелательная, замечательная школьная атмосфера. Меня она очень устраивает, и я считаю, что это главный элемент, который позволяет ее выстраивать, вот эта активность детей.